чингис здравствуйте так вторая неделя тестирования задание которое вы добросовестно завалили по сути дела у вас есть определенный прорыв на данный этапе это вам просто так кажется то есть то что вы написали будем говорить так что это не соответствует тому какие вопросы ставились иными словами вы сейчас попытались все в кашу в одну собрать и при этом это сделали совершенно неправильно то есть если было вот так просто на самом деле программирование еще просто взял описал и все это как вам показалось на данном этапе что вот вы расписали я это сюда перенес все расписали структуру программирования но вопрос этот же не стоял по одной простой причине структура программирования прекрасно расписано вот здесь да в любом учебнике открывай она расписана но при этом почему-то очень мало людей начинают писать код но тем не менее давайте разбираться что не так сначала откроем вопросы которые звучали смотрите вторая неделя обратите внимание здесь имеет значение порядок да здесь очень мало вопросов которые надо было ответить и конечный что такое функциональный объект я вам давал конкретно ссылки на сайт c++ чтобы разобраться что такое функциональный объект вы написали и да еще скажу как правило на это уходит месяца полтора вот понимаете это то что вот висит дома например у вас на самом видном месте и зачастую когда ходишь вот один второй день проходит а потом перестаешь замечать вот функциональный объект абсолютно та же самая вещь надо было просто поставить вопрос чем заключается всеподобность языков вы бы нашли ответ теперь давайте посмотрим как вы на это ответили решили так функциональные объекты являются основой любого языка программирования в эту категорию входят функции методы класса экземпляры да какую категорию куда входят так а вопрос а что такое вы мне можете показать как выглядит этот функциональный объект я вам сейчас принесу такую фразу функция может быть функциональным объектом но функциональный объект функции точно не может быть потому что он не имеет никакого отношения к этой функции то есть вы решили вопрос так что есть некий где-то там функциональный объект но мы не знаем как он выглядит и что там происходит и просто-напросто решили так как все говорят кругом что функциональный объект это вот то далее вы начали себя запутывать да вот как вы считаете за столько лет вот почему вот я делаю немножко по-другому смотрите я вам расписал немножко другую схему чтоб вы поняли начали писать то есть когда мы открываем учебник да мы видим перед собой определенную сейчас мы видим перед собой определенный набор кучи всего да и при этом человек который начинает в этом разбираться на выходе имеет что что типы данных это у него какие-то там скобочки и кавычки на этом с типами по окончено дальше уже начинается то что человек путается теперь давайте как я вам как я вам рассказывал то до чего как правило люди доходят еще два месяца поэтому я сказал когда я показываю эту схему она неэффективна то есть вот налицо результат что все так просто но неправильно да то есть в результате мы не поняли что такое функциональный объект не поняли откуда он берется хотя я вам давал материал это спешка это вам кажущийся прорыв на этом вот месте сам прорыв это неплохо но не туда смотрите еще раз говорю я вам разрешивал очень простой механизм чтобы что-то понять есть я сказал традиционная система системы до верху стоит тип далее идет тут мы ее не видим это я вам показываю что будет должно быть на выходе тут мы видим кучу сюда вот этих перечислений которые превращаются в одно месиво какое-то да мы говорим есть функция класс метод и экземпляр и еще традиционной системе которая и является передачей информации от профессионала к профессионалу иными словами может ее понять человек который знает один два три языка как правило в большинстве случаев происходит обратное приходит новичок и мы говорят а вот это вот тип все там присвоили значение вот это список это тип секунду это список это тип все новичок четко понимает что скобочки это тип далее он открывает исходный код и не наблюдает этих скобок больше типа для него не существует он про него забыл дальше идут какие-то непонятные слова в итоге код не читаем документацию не читаем идем копируем код и догадываемся под давно забытый тип что этих скобок нигде нет все это какая-то непонятная непонятно что как видите не все так просто тип весь везде у вас я это видел вы правильно сделали это я для вас здесь поставил в традиционной системе функциональный объект только это надо читать где абсолютно верно это начинает быть видно только когда когда мы открываем либо документацию по классам либо открываем api и тут наконец то мы обнаружим и функциональные объекты но я говорил вам что когда человеку говорит что такое функциональный объект это то же самое что просто произнести слова тот результат который вы сейчас показали он нормальный для всех что такое функциональный объект мы не увидели иными словами все дальнейшие ваши размышления они просто догадки теперь поехали дальше теперь я вам рассказал систему по которой работает бувсуновский и по которой вы работаете сейчас со мной но сейчас вот то что вы ответили да вам показалось что вы у вас прорыв эти прорывы будут происходить и вы решили ах дай-ка я вот так вот стали с легкой руки распишу структуру языка и она простая и опять все сделали не так смотрите как делает бувсуновский сначала мы разбираемся что такое функциональный объект например как правило на это уходит ну должно уйти вообще-то секунд 15 да но уходит как правило около месяца потому что очень трудно его найти он просто вот перед глазами всегда потом мы начинаем соображать почему же вот эти вещи являются функциональными объектами а теперь обратите внимание у вас же все так просто у меня мне кажется не все так просто давайте посмотрим такую вещь когда начинают понимать что такое функциональный объект потом все равно не могут свести в голове когда мы создаем экземпляр класса то сам экземпляр тоже является функциональным объектом и это всех путает каким образом в данном случае это вообще получается переменная да поэтому то что вы расписали чингис что прорыв конечно молодец за старание но все это было просто слишком торопливо и не все так просто на самом деле вернее все настолько просто но на данном этапе пока недоступно потому что поторопились и так когда мы разберемся что такое функциональный объект по крайней мере все таки нам надо обозначить как он выглядит конкретно а потом уже решать что с ним можно делать то должны мы прийти к типу и как вы считаете почему Бусановский делает именно так а потому что потом будет следовать вопрос что общего между функцией классом методом экземпляром и экземпляром и мы тут ответим всего на два пункта но эти два пункта все остальное то что вы расписали оно все вытянет и так только правильным способом который мы можем понять в контексте я тоже это не буду говорить потому что к этому мы должны прийти вот так вот так вот действительно просто не расписать а потом прийти для того чтобы начать писать но вот я вам сразу сказал когда я вот эту схему ну до этой схемы как правило ребята доходят месяца два сами выстраивали в голове таким образом человек подготавливает себя к написанию когда я вот показываю эту схему да вот вы ага понятно и в результате что бац и ничего не понятно ну давайте дальше проанализируем что вы написали дальше метод функция привязанная к классу уже огромная ошибка так как в языках программирования метод вообще не является уникальным по одной простой причине что есть допустим тип данных строка там тоже метод в классе метод а это имеет огромнейшее значение класс ну вообще в python есть хорошая подсказка я вам скажу если мы например чем хорош python если например мы открываем язык solidity язык java script то документация там написана на зрелого программиста то есть каждое понятие внесет себе уже смысл который программист уже должен вкладывать в языке python очень много вещей которые объясняют проговаривают если мы допустим откроем вопросы здесь да программе программирование и откроем вот как по мнению разработчиков python да что такое класс класс это определенный тип тип объекта тип а этого с википедии да ничего общего с разумностью какой-то нету не ходите в википедию шаблон создания объекта да это общее для всех языков вышел там человек читая лекцию чтоб никто ничего не понял но он вроде сказал правильно сказал вы знаете класс это шаблон какой шаблон для чего шаблон это уже не важно записали и хорошо поэтому чингис поторопились но молодец постарались молодец все все эти вещи мы должны вот были на самом деле ответить на другие вопросы которые действительно относились к делу и ответов я вообще не получил то есть смотрите давайте мы теперь почитаем почему то здесь объект стоит наверху и как это проверить в коде я не увидел ссылка на объект ну почему здесь это то что вообще будем говорить так программисты которые себя считают профессиональными они в большинстве своем даже не знают что это такое они говорят это ссылка на объект это ссылка куда она что ссылка это совершенно не важно главное сказать что это ссылка и дальше отцепитесь нам такое не надо не получится писать и везде стоит как проверить код тот код который вы прислали так как вы не определили сам функциональный объект тоже является иными словами домыслами но на данном этапе так и должно быть потому что мы просто проверяем знания на данный момент данный момент знания те которые не ведут к написанию кода и не ведут к профессию программиста это нормально чингис это нормально то что вам кажется правильным оно просто кажется но не более того поэтому первое было бы правильно сделать всего лишь ответить на эти вопросы все это надо было просто сходить в документацию сходить в глоссарий и в принципе расписать и показать там и примеры есть и долго делать не надо а вам показалось что сегодня вам показалось что вы уже понимаете структуру языка тогда вопрос а как же мы к чему должны прийти в том то и дело на самом деле все немножко не так ну давайте посмотрим тот код который вы вроде бы прислали краткий пример функционального объекта вы знаете но это ведь полная чушь и вообще это пример объекта первого класса функции вот это было бы правильно сказано иными словами чтение кода как я и говорил что первый вопрос который вы описываете да он тоже идет в сумме с этим подтверждается в данном случае чтения кода и принятия решений кода не будет почему потому что это краткий пример функционального объекта с одной стороны правильно но мы с вами выяснили а что такое функциональный объект как он выглядит вы мне так и не показали и в данном случае поэтому именно поэтому потому что вы не ответили на этот вопрос вы не смогли правильно прочитать а в данном случае как оно читается и как оно выглядит в жизни в данном случае этот пример служит для чтения кода и для принятия решения написания своего кода самым элементарным образом давайте смотреть пример открываем мой излюбленный избитый файл открываем код и видим абсолютно ту же ситуацию в реальном коде вот смотрите функция которая самая часто применяется в жангах getobj tor 404 вот ваш пример в действии керюсет присвоит значение get иными словами абсолютно то же самое что вы написали в данном случае вы его прочитали неправильно вы его описали неправильно значит вы не можете принять решение на собственный код то есть писать на данный момент вы не можете правильно было принять решение что закон который здесь и работает что функция в python это объект первого класса значит может быть присвоен переменной иными словами что нам от этого ожидать абсолютно верно буду будем оперировать значение будет все перед вас как атрибуты открываем документацию каким-то образом чудесным начинаем удивляться что все именно так и все банально и просто знаний то надо было сгульки нос но правильных смотрите открываем документацию находим эту функцию и удивляемся примером мое предположение слов не это каким-то образом оказались верны о боже мой угадал нет гадать ничего не нужно есть конкретный закон который лежит в основе документация написана основе исходного кода и нам достаточно было бы просто посмотреть и понять как действовать все очень просто поняли да то есть не надо никуда бежать не надо выдумывать надо просто было сделать задание ну как сделали так сделали я совершенно вас не осуждаю я вас даже хвалю что вы запутали себя и в другом случае запутали бы всех подряд кругом и сами бы запутались и в итоге смотрите что получается в итоге в итоге здесь вы уже неправильно ничего интерпретировали в итоге получается на выходе мы видим что писать не получится потому что мы не можем принять правильное решение написание собственного кода по одной простой причине что я ведь вас не просил описывать эти вещи и при этом описаны они они неправильно а почему а потому что вы еще не ответили на вопрос что общего между функциями этим классом экземпляром вот когда вы на него ответите вы видите правило то тогда наверное вот это все поменяется дальше я не буду смотреть что-то правильно что-то неправильно но дальше как я говорю смотреть бесполезно так как начало положено неверно да и так поэтому смотрите ведь я сделал все просто я поставил впереди функциональный объект далее как я мы с вами поступаем я вам объяснил у нас есть куча вот пунктов которые представляют собой некое описание языка мы с вами решили что читать вот эти все пункты это просто будет бесполезно по одной простой причине мы их не можем связать в какое-то единое целое а результат изучения именно по методике которая изложена от профи к профи где в начале стоит тип на данном этапе для вас он бесполезен мы это уже посмотрели потому что в вашем размышлении нет даже намека а каким образом вы собираетесь начать писать то есть если вы уж решили как-то описать то надо хотя бы по минимуму понимать а зачем мы вы это все описывали да где здесь есть какая-то хотя бы намек каким образом вы собираетесь начать писать и на каком этапе и благодаря чему это произойдет а вот я то что он показал тут вполне все реально тут очень четко написано я вам сказал когда я вам показывал я сказал чингис нам надо вот это определить да для того чтобы прийти к типу и тип этот должен появиться где не как скобочки а вот в каждом конкретном фрагменте кода и тогда вот мы начнем писать но прежде чем писать мы начнем читать код поэтому что я сделал я сказал что для того чтобы нам не путаться а вывести язык у себя в голове в некую систему давайте разделим язык на 4 действия или на 4 конструкции кое мы назовем функция класс метод экземпляр иными словами теперь все пункты которые их много они для нас не представляют интереса кроме как мусор да почему потому что эти все пункты будут по-разному называться в разных языках но выражать одно и то же да при этом почему мы можем дальше просто взять и не смотреть на эти пункты по одной простой причине что у нас есть конкретная цель мы с вами должны прийти к чему к типу именно тип тот момент когда мы когда мы четко понимаем что момент когда человек начинает писать код момент когда человек начинает писать код и что это за момент момент когда мы приходим к типу так вот но для того чтобы прийти к этому типу надо хотя бы сделать пару шагов чтобы все что вы дальше написали относится try except if else и далее все логически не проще ли сказать что остальные все конструкции являются логическими и нам будут понятны так как мы будем понимать функциональный объект в контексте поэтому как они называются пусть оно тысячу раз называется пространство имен но мы сможем это четко дальше увидеть в коде каким образом а только таким когда мы ответим правильно на все вопросы и выведем это да выведем это когда выведем вот мы придем а все остальное это будет по ходу происходить оно уложится правильно поэтому сейчас чтобы сделать это грамотно нам надо тип поставить как получается в конец а сначала определить все четыре конструкции которые являются и действием могут что-то изменять понятные свойства поведения как бы это ни называлось главное что это то что работает и дальше нам надо задать все проще простые вопросы а что между ними общего а тогда различие и так будет понятно почему то что вы сделали в задании прекрасно что сделали молодец но будем говорить так как тот прорыв который у вас на сегодняшний день это просто один из прорывов который просто так как вы не определили правильно функциональный объект дальше все пошло неправильно но вы знаете когда вы вообще взяли и извините меня поставили вместе переменную атрибут ну вы знаете Киргиз так просто нельзя делать это вот если вот мягко говорить но вы меня поняли да считайте что я пять минут уже ругаюсь матом отборным каким вы только знаете да самый плохой мат вот считайте это так вот это нельзя было делать ни в коем случае то есть в данном случае вы что сделали вы просто-напросто атрибут обесценили при этом он у вас бомж во-вторых у него есть конкретное место атрибута и вот так поставив я вам скажу результат к которому вы придете гарантированно ну со мной не придете но к чему бы вы пришли а вот к чему вы пришли я показывал это не раз смотрите сейчас покажу скажу чингис вот у вас наверное должно быть какое-то выражение вот хранить как зеницу ока да ну то есть вы возьмите свою интерпретацию ну то есть есть нечто дорогое что мы должны охранять к чему мы должны относиться очень щепетильно да вот считайте что это атрибут а вы получается атрибут просто так кинули на произвол да нечто там валяющееся и иными словами показали что я не собираюсь писать на классах я вообще ничего не собираюсь делать потому что я не знаю как вот я вам сейчас скажу важный момент запомните атрибут вот вы носите на двух ладонях не дыша на него и чуть-чуть узнавая о нем потому что от этого будет зависеть будете вы хорошим программистом или нет только от этого будет зависеть будете ли вы понимать ООП будете ли писать будете ли все видеть и в свое время мы к этому придем потому что начало изучения классов четко там написано всего два пункта что могут классы поэтому атрибут вы на него с него должны пылинки сдувать пылинки запомните это и больше никогда так не относитесь к атрибуту я не принижаю переменную но нельзя сравнить в один ряд поставить переменную и атрибут это абсолютно разные вещи независимо от того что в одном и втором случае хранится значение атрибут это именно вся логика которая у вас есть в жизни пошел магазин все действия которые вы делаете например взял сетку составил список вышел дома это все атрибуты они важны и без атрибутов вы ничего в жизни не сделаете поэтому к атрибутам надо относиться таким образом вы поняли меня поторопились ничего страшного это все нормально я просто вам показываю что язык это немножко другое немножко другое отношение вот это то что но молодец все равно хорошо я обещал показать который у вас написан то есть программировать кое-как вы о чем-то узнаете через лет 15 да по случайной ошибке да вот смотрите на самом деле это очень было бы грустно с вами это точно не произойдет вот смотрите парень да должность должность высокая при этом что происходит этот парень принимает на работу к нему приходит человек и в результате они рассматривают абсолютно простой пример потому что скорее всего и для этого парня и для того до сих пор что абсолютно верно никаких то атрибутов и не существовало ну давайте сделаем вывод он пишет после того как они разбирались как оказалось мы оба были неправы настоящий ответ заключался в понимании различия между атрибутами класса и атрибутами экземпляра а у меня вопрос а вы хотите чтоб у вас через лет 15 вы наконец-то бы разобрались с атрибутом это то где в документации написано что классы вообще-то делают первое действие я сейчас не буду произносить вы на это будете одно и второе то есть этой ситуации заведомо бы не было а тут один профессор второй профессор и они выясняют что оказывается таблицу умножения мы оказывается не знаем мы уже профессора но два на два у них до сих пор непонятно что даже не пять и не шесть а вообще непонятно что это прискорбно это плохо и когда вы откроете интернет и вы увидите насколько люди не любят атрибуты возьмите любую ссылку OOP Python и вы увидите что вы я не буду отвечать я я открою иностранные ссылки чтоб ребята русские наши не обижались а америкосов и так можно хаять они и так придурки так вот открываешь да все но на самом деле на атрибутах вы найдете два три слова тогда стоит вопрос а шо ж получается когда дима свой торнадо начал писать мы четыре месяца пытался я с него вытяну что такое как работать с атрибутами и вы понимаете получилось это сделать через год сейчас он прислал материал по атрибутам вам он тоже кстати в группе дописан а я 4 месяца вот пишут код открыл ссылку на пятое месяце он начал писать а потом мы долго и упорно разбирались что с этими атрибутами делать мы все знали но вообще-то двух слов пока не могли сказать а сейчас что происходит очень интересная вещь сейчас через определенное время конечно когда он начал писать там на шести языках программирования он пишет работает и дмитрий присылает что был вопрос по атрибутам и он показывает атрибуты уже немножко с другой стороны я ему сказал да это похоже на работу там бауманки а это уже не надо это уже опять не ваш уровень тогда дмитрий ничего не мог сказать по атрибутам путного теперь написал по атрибутам где показал их роль и как он устроен но теперь он же пишет на нескольких языках для него это уже расслабон иными словами опять не зачет по одной простой причине сегодня я дмитрию показал другая должна быть работа вот если мы откроем DevHackers проект где мы добиваемся идеального кода то здесь есть очень простые вещи которым вам еще стоит прийти да но посмотреть стоит сейчас вот Саше я писал видео он говорит а зачем мне этот проект здесь иногда такие слова которые я даже не знаю а вот я показываю этот проект кстати чингис стоит 10 тысяч рублей в месяц и вот смысл идти проект когда бавсановский только разносит все да получается так а вот не так потому что когда мы открываем код да ребята здесь у них задача довольно простая сделать свой проект ну по сути дела они же для себя делают серверную часть на джанго дальше большое внимание уделить rest api на флац и написать то есть свое серверное приложение рыночная стоимость от 700 до полтора миллиона это вот минимум с этим можно работать но если б не надо было просто вот этому обучать я не делал я им сказал ребят ну мы будем делать проект но от вас требуется максимум выжать из себя знаний да и поэтому то что сегодня написали вот эти работы они туда не подходят почему я дмитрию объяснил очень просто вот если взять этот проект то здесь есть очень интересные вещи довольно простые и банальные называется он best at code я им объяснил ребят код который вы пишете он уже изначально плохой то есть вы еще не дописали но его уже надо дорабатывать и вот ребята спрашивают а зачем быть а вот чтоб смотреть за работой над этим кодом потому что вот Катя получила ну что она у меня написала по калбекам да раньше она работала серьезно а сейчас что то вот нашло в голову и она решила что калбеки это вот так вот просто и что написала обычную чушь которая для проекта не годится а какая вот сначала посмотрите вот смотрите слова атрибуты первые стоят почему они первые стоят а вот мы с вами должны выяснить в процессе обучения калбеки а любое исключение любой библиотеки открой и там будет обязательно калбек значит что то надо знать объекты первого класса это то что вы сразу завалили гетеры сетеры объекты высшего порядка метаклассы тут еще будет нас сейчас интересует калбек который описала Катя ну что краснел синел все что такое что написала Катя на этом уровне что что она мне сделала то что она может сделать расписала комментарии да я это и так понимаю и написала что формулировки а кому это надо Катя мы что в первом классе вот чингис это когда она пишет я скажу да чингис ты начинаешь молодец наконец-то ты увидел функцию высшего порядка а вы их прекрасно знаете а знаешь в чем проблема у Кати чингис проблема у Кати в том что сейчас надо было оперировать понятиями ссылка значение атрибут и посмотреть а как реализуется этот калбек а то что она написала что такое калбек извини меня в десятом классе привела вы знаете сегодня я расскажу таблицу умножения прекрасно только это надо было делать десять лет назад так вот Кать при этом чингис смотрите вот что с Катей произошло я не знаю она просто растерялась почему потому что у нее нет плана ей было проще как сделать найти формулировку и тут она ишь ты прокомментировала код Кать ты там это не перетрудилась случайно с твоим опытом не перенапряглась может тебе написал строчку да полежал написал да полежал или как Катя мне стыдно честно хотя стыдиться нечего за этот код который ты присылаешь поэтому пожалуйста начни с плана вот когда я посмотрел с дарт там у нее начали появляться мысли потому что она там не знает ведь там стоит задача изучения дарт сходу дарт смотрите намного больше файлов и даже когда читаем здесь что-то у меня тупит сейчас не буду я сейчас подождите пытаться быстро переделать я сделаю немножко по-другому открою обсуждение и смотрите вот здесь мысль работает правильно то есть вот Александр там спрашивал вот я не знаю зачем мне этот проект а затем чтобы начать рассуждать хотя бы как-то нормально да и Катя спрашивает не спрашивает а она рассуждает и рассуждает правильно обратите внимание чингис когда мы открываем ваш файл открываем да и та схема которую я только что показывал так где я ее показывал вам подсказка обратите внимание мы с вами изучаем с другого конца сейчас по системе бусуновского функционального объекта а в данном случае перед Катей стоит задача освоение дарт сходу каким образом это возможно это возможно тем образом когда у Кати есть система то есть понимание что такое объект атрибут класс экземпляр есть четкая с одного с двух трех языков тогда для того чтобы сходу мы можем воспользоваться системой передачи от профессионала к профессионалу перевернуть начать с типа чтобы выйти на операции которые нам нужно а потом выяснить вот эти вещи но поставив правильные вопросы которые нас должны интересовать если разработчики JavaScript делали именно так то не пришлось бы догадываться а где сейчас это значение находится ведь самая большая проблема JavaScript вечно что гадают где это значение по крайней мере у нее начали появляться мысли но в колбеках как видите они пропали а почему пропали потому что Катя не смогла проанализировать на данном этапе свою систему работы с кодом а у вас Чингис ее вообще пока нет есть некий набросок который вам кажется за системой у Кати она есть я точно знаю но я знаю а она не знает поэтому когда я открыл вот этот код и можно здесь только сказать Кате одно Кать посмотрите пожалуйста вот на это вот это все что разделено это один мыслительный процесс ну не может колбек работать без объекта там первого класса да не может код работать без атрибута это разделено чтобы их описать и описать и описано разными людьми но принятие решения по написанию своего кода как правило у нас это все получается динамическими где-то где-то но этих вещей очень мало и кто по сути дела переосознать это говорит о том Кать что принятие решения по написанию своего кода у вас страдает иными словами чего нам ждать я вам рекомендую сейчас по крайней мере по колбекам сначала посидеть и подумать над конкретными понятиями да я собираюсь написать колбек и реализация колбеком с чем я буду работать и начинайте думать что это будет атрибут значения вот тогда родится план и тогда хоть что-то в колбеках станет понятно и в исключениях станет понятно вот этот уровень начальник который сегодня хотелось бы видеть так вот а зачем я это вам рассказал Катя вроде неплохо пишет вот именно что неплохо а должна писать хорошо поэтому только ваше дело зачем вам проект и зачем другим ребятам а чтобы улучшать свой код все идем дальше что мы можем еще рассмотреть с того что вы сделали и так сейчас что я хотел сказать чингис поняли да что были конкретные вопросы поставлены в определенном порядке потом я вам рассказал как мы изучаем все остальное что вы расписали вы по сути дела должны вытянуть по ходу посредством определенных инструментов потому что это все как нам понять что система работает правильно когда какая-то вещь работает во всех языках сиподобных имеется программирование значит мы на правильном пути если мы взяли допустим почему пространство имен у python их два а в javascript там пять или сколько а значит это их разное количество да то есть да это важно но у python нет пять у го там нет пять пространство имен значит это все-таки нам пока оставить это логическая вещь но никак не базовая и это логическая вещь может быть отражена путем того что вы должны ответить после ответа на вопрос что общего да и вывести метод как к этому докопаться поэтому вот так получается как-то совсем не так как вам казалось просто хотя знаете что написал Дмитрий вот когда начал писать на многих языках написал что оказалось что программирование это то не изучение чего-то сложного а увидеть то что на поверхности в данном случае по крайней мере чингис вы сами увидели что такое функциональный объект вы не увидели не смогли показать что функциональный объект это и нарисуйте что это и потом уже покажите дальше по крайней мере у нас появится хоть какая-то логика как выстроить дальше изучение да а вы взяли и просто баснословно потому что где-то слышали что функция это функциональный объект но в принципе схожа а вот почему он функциональный объект вы не объяснили по минимуму надо рассказать и показать как это функциональный объект то хотя бы выглядит чтоб смотри и тогда бы не было того что вы дальше написали как я сказал не было бы того формулировок неверных да где просто иными словами догадки по одной простой причине потому что я вам сказал что все эти вещи два задания связаны если мы возьмем первый первое да задание которое было то есть как мы оцениваем первый файл да описать файл прочитать документацию рассказать логику и законы программирования то второе задание оно идет теоретически да вроде как но на самом деле вот это одна логика то есть человек посмотрел код и принял решение как писать свой код но я его разделил специально чтобы вы смогли переосмыслить описали файл прочитали документацию рассказали логику и выделили законы то есть разделил на 4 вещи ну как видите совершенно все соответствует и дальше то что здесь ошибки допущены и каким-то образом чудесным вдруг мы опишем файл и распишем как устроен язык не бывает такого чудес не бывает нет знаний чингис на данном этапе все взаимосвязано поэтому задание из двух вопросов из двух этих вещей оно это одно задание если вы не увидели это при практике то в теоретически вы тоже это не можете увидеть по одной простой причине в данный момент просто вам показалось мне совершенно понятна структура языка и доходить до то ни до чего не надо а Бусановский то все упростил оказывается надо доходить поэтому поторопились что попытались молодец но все неверно зачем мы делали это задание для того чтобы понять как работать мне вполне понятно по крайней мере вы молодец вы старались мне вполне понятно как работать ну а на то что вы поспешили и не угодили в том что язык так вы же не пишите на данный момент и как вы поняли писать не можете и не туда идете чтоб писать поэтому давайте-ка мы возвращаться хотя бы к тому в чему надо давайте мы попробуем просто пойти по системе Бусановского да по моей системе и прийти к типу как я показывал чтобы начать писать а по ходу все остальное вытянуть вот так будет правильно потому что то что вы написали то и подтверждается читаю вот Саша писал и все пишут ну я вам говорил да вроде бы правильно да читаешь сперва имеющийся код если что то делаю если нахожу что то непонятное то копирую файл иду в поиск и что до свидания программирование до свидания до свидания в данный момент вы говорите моя система работы с кодом заключается в том чтобы скопировать чужой код чтобы скопировать чужие ошибки и в конце концов ни в чем не разобраться вот это надо поменять но для того чтобы это поменять как я сказал надо ответить на вопрос что для вас работа программиста смотрите здесь уже вся ответственность лежит на вас то есть в данном пункте в данном пункте либо у вас вы будете программировать либо неважно вы можете изучить понять вот все что я говорил но писать все равно не будете программистом не станете по настоящему почему по одной простой причине что я ж не против поиска но после чего а вот почитайте ради интереса если чем мне объяснять да вот кто вот это правильно написал что человек искал икора снова да вот прочитайте по сути дела заходите spb-tu.ru именно так потому что два меню я все никак не могу добраться переделать главное отзывы и вот этот отзыв читаете да здесь дело не в отзыве а он очень четко напишет что человек искал вот не хватало ему иди посмотри исходники если не понял доки то есть человек начал спокойно легко программировать была куча знаний они здесь собрались у него здесь не в делах рекламы а здесь я говорю о том что чингис смотрите вы можете сколько угодно мне писать правильно да что такое работа программистка я говорил что работа программиста абсолютно написано открываем любую библиотеку и там у нас написано да где тут оно да е-мое открываем любую библиотеку и мы видим тут написано в данном случае синее на белом работа программиста это все больше ничего нет вы не найдете там допустим программы телепередач вы найдете везде скудные два пунтика а вот если у вас сколько бы вы называли их правильно но если ваше действие не изменится вы будете все так же лезть в поиск то в принципе в любом случае программистом вы не станете да научитесь понимать код да научитесь копировать чужой код да научитесь но принимать решения самостоятельно вы не научитесь почему потому что перестроить надо свои действия в реальности то есть не врать себе и мы с вами работаем над чем над системой работы с кодом то есть каким образом я собираюсь работать с кодом если я вам скажу то вы скажете понятно и будете делать по-своему сейчас мы рассмотрели только один аспект как вы видите результат работы поиска ни к чему не привел к томе того что вы знаете отрывочные знания и действуете грубо говоря от случая к случаю иными словами в документации надо было совершенно другие вещи посмотреть и сделать всего потом второе действие а дальше уже в зависимости от ситуации тоже это оставляем поэтому то что вы описали и то что ваш ответ оно все в принципе сходится как работать понятно мне лично с вами но те моменты которые я показал что ваша система работы с кодом зависит только от вас то есть если вы себя будете где-то обманывать то ничего не получится почему можно сделать вывод вот на то задание которое я вам дал вы на него не ответили то есть вы на него ответили но ответили тем как вы посчитали нужным и это было ошибкой при этом что бы не было самое главное еще раз повторим мы так и не увидели функционального объекта дальше пошли все ошибки и дальше все потеряло смысл вы начали орудовать догадками и все мы больше не выделили ну а потом когда вы атрибут приравняли к переменной и поставили на один ряд а я вам теперь сказал что с атрибута надо задувать пылинки потому что это то от чего зависит вообще будете ли вы действительно серьезно писать на ООП поэтому нельзя ставить так делать да у него есть определенное свое место у атрибута и просто поставить потому что вы так решили это вам показалось на данный момент но все это было обычной ошибкой домыслами не имеющие ничего общего с программированием но я скажу что то что вы серьезно отнеслить заданию это видно то что у нас все получится это тоже понятно с чем работать понятно почему пожалуйста теперь надо переделать это задание и ответить четко по этим вопросам больше я от вас не требую пожалуйста обратите внимание на вторую строку как проверить коди вы мне покажите этот объект коди мне не надо рассказывать что это такое я сам вам вот сколько целый час рассказываю а вы мне просто покажите ведь язык в самом частом исключении которое самое частое каждый день вам показывает что это не объект это самое частое исключение это банально показал одно исключение в принципе можно писать дальше ничего слов не надо поэтому пожалуйста для того чтобы сделать вывод вот по сегодняшнему второму домашнему заданию чингис я не могу сделать вывод по одной простой причине потому что вы не показали свои знания да вы показали домыслы то есть то что вам показалось правильным и как я сказал что если вы все таки не найдете по крайней мере напишите да я не знаю что такое функциональный объект мы начнем с этим работать то что функция есть функциональный объект это правильно а я вас спрашиваю а почему вот как это увидеть почему это функциональный объект покажите мне это тупому бувсуновскому понимаете вот я не понимаю и я хочу увидеть это я вам скажу чингис это банально и просто это настолько на поверхности вот поэтому это трудно увидеть не удивляйтесь изучение языка это не изучение сложных конструкций в языке все банально и просто а это умение увидеть очень простые вещи которые нам настолько замылили глаза они настолько выпирают но мы их не видим потому что они на поверхности я очень очень прошу я постарался убрать все обидные слова даже увидели только себя дураком назвал это правда доходить до этой системы десять лет так вот мы должны с вами прийти к этому через несколько месяцев но пожалуйста я хочу чтобы вы сейчас меня услышали давайте выстроим очень четкого закончим на том что есть определенные принципы которые отражены на первой странице это не слова это ответ почему Дима пишет на семи языках потому что все языки схожи все подобные мы берем здесь есть одна причина когда язык выучить невозможно это неверный порядок и написано измени подход и начнешь писать код вот я хотел всего лишь а ну сразу скажу для других ребят кто хочет заниматься как Чингис очень много видео потому что я написал только скрыто индивидуальное обучение и доступ в школе покупаете и все будет нормально на часа Чингис давайте смотрите пожалуйста давайте мы сосредоточимся на простых вещах пожалуйста переделайте вот так да без того что вам кажется не надо на данный момент я вас прошу то есть я вам уже показал что описание файла описание принятия решений логики да оно будет совершенно соответствовать тому что вы написали то есть вы написали домыслы ничем не подтвержденные по одной простой причине что вы таки и не разобрались с функциональным объектом и в этом нет ничего страшного потому что его увидеть трудно потому что он просто у вас перед глазами мелькает я еще раз сходите пожалуйста на c++ где я вам давал ссылки откройте свои материалы и там хорошо почитайте c++ еще раз там ноги растут второй момент теперь который я хочу сейчас прописать некоторые вещи которых мы с вами чтобы получить результат всегда должны придерживаться как видите я с каждым человеком составляю очень четкие у меня вещи просто сейчас я хочу вернуться вот к этим к этим вещам значит чингис смотрите те вопросы которые заданы пожалуйста на них ответьте да действительно не важно как вы ответите но будет понятно что делать мы потом еще раз анализ проведем итак мы с вами учимся по системе где вначале функциональный объект для того чтобы дальше выстраивать вопросами да что-то сравнивать что-то искать общее нам надо хотя бы увидеть что такое это функциональный объект и как он выглядит потом уже дальше мы просто делим язык на четыре конструкции всего лишь которые мы сможем поставить вопрос что общего различия будут сами вот тот момент приходим когда мы придем к типу в данном случае мы должны прийти к типу именно таким образом чтобы тип у нас появился в каждом фрагменте кода да чтобы это не было какими-то скобочками там кавычками а чтобы тип появился в каждом конкретном случае да и это тот момент когда мы начинаем писать ну что идет до этого вот здесь я вам только что показывал слова порядок подход это это имеет значение имеет значение и имеет решающее значение отнеситесь к этому так что это главное вот сюда можно смотреть имеет имеет значение то есть выделяем 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 ой сейчас выделяем подход имеет значение и первая цель какая чтобы прийти это чтение кода чтение а здесь я скажу сейчас очень непонятную фразу но вы ее обязательно поймете со временем итак порядок имеет значение только что я вам показал что есть традиционная система где тип стоит в начале иными словами что изучает как правило новичок тип у него как скобочки это списочек это словарик и все и забыли иными словами таким образом писать невозможно тип это совсем не скобочка а нечто другое кстати вы правильно ответили здесь молодец что такое тип вы правильно ответили только примеры неправильные если у нас имеет порядок значит все таки давайте мы попробуем сделать как говорит Бовсуновский поставить вверх функциональный объект так как все языки у нас все подобные значит наверное корни что такое функциональный объект нужно идти лучше искать в C++ лучше в C++ я вам показывал где подход это значит что мы не расписываем всю структуру языка а выделяем только тех конструкций которые имеют действие могут быть действием их всего 4 в языке все остальные конструкции будут логическими которые и так будут понятны когда мы правильно их поймем вот эти 4 конструкции потому что ума много if else понять не надо я зашел в магазин если впереди мне надо хлеб а впереди мясо то понятно мне надо куда-нибудь что-нибудь делать поворачивать это вы прекрасно и так знаете и в определенный момент вы это поймете а все другие которые нужны конструкции я скажу в нужный момент второе для того чтобы нам прийти к типу который это тот момент когда человек начинает писать наверное нам надо просто научиться читать код а вот чтение кода оно и есть конкретно что начинает с вопроса а что перед нами за объект но опять мы упираемся во что в то что мы если мы нарушаем порядок а порядок это есть какая-то общая природа а как нам узнать что это правильно а это должно быть одинаково во всех языках программирования открываем потом gs открываем go открываем код и везде будет функциональный объект и будет иметь всего две вещи которые выходить из него будут все в любых языках язык в данном случае для нас перестает иметь значение поэтому люди и пишут на разных языках и это очень просто и учить ничего не надо поэтому первая наша с вами цель это чтение кода ранее вы показали что чтение кода у нас на данный момент хромает я это и так знал значит нам сейчас с вами чингист не надо торопиться а шаг за шагом спокойно разобраться но досконально в правильном порядке то есть когда мы разобрали что такое функциональный объект мы можем тогда понять почему это функциональный объект и дальше задать вопрос а что между ними общего а тогда станет понятно различия то есть все эти шаги нас приведут к чтению кода и здесь как вы видите я не ставлю ничего другого потому что у каждого будет свой путь в зависимости от знаний от опыта от его заданий я ориентируюсь по конкретной ситуации вот данный момент вы написали это и я вам говорю неа чингис мы не идем к типу мы не идем сегодня к чтению кода прежде чем прийти к типу и начать писать нам надо сначала хотя бы читать код и здесь я сейчас принесу странную фразу которую вы обязательно поймете теперь смотрите первая часть фразы чтение кода не ведет к написанию кода иными словами когда мы открыли читаем код это не факт что мы будем писать поэтому слушаем вторую вещь вторую часть предложения но чтение кода является обязательным шагом к тому чтобы начать писать свой код а почему а здесь вы тоже уже ответили да только неправильно когда мы рассматривали функцию ведь только когда мы читаем код мы потом только можем уже понять законы программирования да которые работают например в данном случае это что за закон будет работать вот это потом можно увидеть когда мы читаем эти конструкции или очень четко это видно вот здесь кирюсет присвоено значение функции кирюсет с параметром класс вот здесь четко видно что работает какой закон функция в языке программирования python и любом другом языке он не будет иметь смысла тогда является объектом первого класса вот если б так начинали изучать java script а там всего на двух законах построен язык в python их больше там объект первого класса и объект высшего порядка все вот и весь язык но вот это уже закон и мы четко понимаем что свой код будем писать через точечки как трибуты да то есть очень все просто вот только когда мы начинаем читать код вот тогда нам становится понятны и дальнейшие то есть мы можем действительно по-настоящему оценить код вот для этого есть еще проект то что я показывал где Катя работает поэтому ему надо и там бы быть и уровень другой будет ну да ладно иными словами нам надо идти к чтению кода и прийти к типу это тот момент когда мы начнем писать код а вот какая будет наша дорога зависит только от того от этих всех конкретных заданий пока мы сегодня оцениваем чтобы не обманывать себя а найти те знания которые мы которыми мы обладаем на данный момент и исправить сначала то что у нас неправильно сейчас иначе смысл двигаться вслепую посему пожалуйста переделайте задание вот как оно здесь есть у вас так и сделайте и обратите особое внимание на код а вот после этого опять проанализируем да трудно да может не так но я очень много времени отдал сегодня чтобы вам рассказать я ни в коем случае нигде не хотел вас обидеть вы видели что кати намного больше претензий так она уже неплохо пишет она и столько работает и то но у нее уже свой уровень да должен быть то есть не дадим засидеться на месте то взять и и сказать вот так нас устраивает поэтому все получится только просто давайте делать в определенном порядке и с определенным подходом тогда точно все получится потому что мы все вещи назовем своими именами сможем прочитать и уже только после этого мы можем понять что с этим делать и начнем делать да ведь это прописные истины спасибо чингис но вы огромный молодец я скажу поработали хорошо а теперь давайте работать правильно спасибо